Если вы не чувствуете комфортно отвечать или не сдавали во время лекции, то тогда мы можем просто подождать на второй части вопросов. Но я бы хотела вас немножко больше вовлечь. Сегодня мы поговорим об Афганистане, о советской войне в Афганистане. Конечно, было бы очень интересно поговорить и о советской войне в Афганистане и об американской войне в Афганистане, потому что существует очень много параллелей. Но я думаю, что в такое короткое время это сделать невозможно, поскольку мы охватим две большие темы. Первое – это вторжение в Афганистан, вот войск в Афганистан. И моя задача здесь – поговорить с вами о том, почему Советский Союз взял войск в Афганистан, каким образом принималось это решение и какие факторы привели советских лидеров вот к такому выводу, что необходимо послать войска. Ну и вторая часть моей лекции будет о том, когда советские лидеры пришли к выводу, что эта война не может быть выиграна, что этот конфликт не может быть решен военными средствами. И как они пытались войска вывести из Афганистана. Ну вот, на мой взгляд, как раз вывод войск из Афганистана, он представляет наибольшее количество параллелей с тем, что происходило и происходит с американской ситуацией в Афганистане. На мой взгляд, проблемы, с которыми встречается никого типа американская, они практически те же самые, с которыми сталкивается советское руководство. И я надеюсь, что все-таки результат в период после вывода будет совсем другим, потому что, наверное, какие-то уроки мы все-таки извлекли из советского урока. Мы очень часто в архиве говорим на эту тему. Это, наверное, одна из самых востребованных тем. Мы говорим и перед российской аудиторией, потому что люди до сих пор пытаются понять, как мы были тянуты в эту трагедию. То есть, вроде бы, когда люди смотрят на документы, которые есть, спрашивают очевидцев. Никто не хотел этих трагедий? Никто не хотел воевать в это место? Тем не менее, десять лет Советский Союз не мог оттуда выйти. Понимание завод, что уходить нужно, пришло очень рано. А вот вывод войск растянулся на много и много лет. Как так случилось? Значит, сначала я раздам вам такие листочки, которые я собиралась раздать вчера, но оставила их в гостинице. Они о карибском физике, это часть российской страницы. Почему я их представлю сегодня? Потому что внизу здесь есть адрес нашей страницы, и вы можете на него пойти и найти там и кубинские документы, и российские, и афганские, и все наши другие сборы. Перед тем, как я, собственно, перейду к лекции, я хотела бы вам посоветовать листы совершенно замечательных источников о советской войне в Афганистане, которые написаны классными специалистами, и также которые очень хорошо, на мой взгляд, понимают, что происходило именно на советской стороне, что происходило и в политбюро, и в военной разведке, и в КГБ, и также на поле боя. Значит, первая книга и, в общем-то, источник большей части нашей коллекции по Афганистану это книга Александра Лиховского. Он опубликовал несколько книг. Одна из них называется «Трагедия и доблесть Афгана». Вы тоже найдете о них описание на нашей странице. Вот эта конкретная, наиболее сжатая книга, которая содержит очень много документов, называется «Фламя Афгана». Александр Лиховский работал в генеральном штабе заместителем генерала Марийникова. Он планировал операции в Афганистане, но затем он был ранен. И долгое время находился в госпитале. И поскольку он не мог уже служить в связи со своим ранением, то он стал практически военным историком. Он имел невероятный доступ к документам, а также свидетелем, кочевицам, особенно их военным, которым очень мало кроме него было. И он написал целую серию книг в плане военного исследования. Кроме него таких специалистов нет. К сожалению, он умер в очень молодом возрасте, но очень долго с нами сотрудничал, участвовал в нашей конференции. Вторая книга, которая как раз написана здесь на сайте, написана журналистом Владимиром Снегиревым и Валерием Самымовым. Владимир Снегирев – это журналист, который самым первым в Советском Союзе написал книгу об афганской войне. Она вышла в свет в 1991 году, еще до распада Советского Союза. Документов, конечно, он не мог тогда использовать. в своей первой книжке. Но он провел очень много интервью и сам находился в Афганистане. Вот сейчас он издал новую книгу, называется «Вирус А. Как мы заболели в Афганистане». Эта книга, благодаря Ане, переведена на английский язык. Поэтому, если вам сложно или просто петь, читать ее по-русски, вы можете, благодаря Ане, почитать ее по-русски. Это замечательное журналистское расследование. Тоже человек, который обладает огромными знаниями, а также тем, о чем я говорила вчера, сочувствие к афганской стороне, к американской стороне, ну и, конечно, к советской и российской стороне. И третья книжка, которую я бы вам очень рекомендовала почитать, она написана была на английском языке, бывшим послом Великобритании в Советском Союзе. И она называется «Афганцев». Эта книга была переведена на русский язык. И, на мой взгляд, из всего того, что написано на английском языке, это самое лучшее исследование в Советской войне в Великобритании Родрик Брейтвейт «Афганцы». Эта книга называется по-английски «Афганцы» или по-русски «Афганцы». Ну а теперь, собственно говоря, мы перейдем к разговору Афганцев. Собственно говоря, что такое Афганистан для Советского Союза? Где у нас находится Афганистан по отношению к Советскому Союзу? Ряд, да? На юге? И когда Советский Союз еще существовал, это была непосредственная граница. Россия сама не граничится с этой стороны. Но граница пролегала по довольно чувствительному региону. Почему он был чувствительным? Какой бы этот Советский Союз построил? Нефти там не очень конкретно к тем районам. Но это граница со Средней Азией, да? То есть это исламский регион Советский Союз. Наркотики, возможно, исламские регионы, а также другие недружественные страны там рядом. Там рядом Китай, там рядом Пакистан, и там рядом Иран, в котором до 79-го года это правительство у него тоже дружеского Советского Союза не стало намного дружеским. Это был Союз на США. То есть, в общем, все, что происходило вот на этих южных границах для Советского Союза было очень важно. Республики Средней Азии, они были включены в Советский Союз в начале 20-х годов, но все-таки там существовал вот этот элемент исламский, и там была очень жесткая борьба в 20-х годах за установление советской власти. То есть, советская власть там не очень прочно упомянулась. Они были уязвимы, эти республики. Блядь и я не уязвимы. С Афганистаном Советский Союз поддерживал очень хорошее отношение в течение всего 20-го века. Советский Союз, тогда еще была Советская Россия, Советского Союза еще под Марьей не было, была первой державой, которая признала Афганистан в 1921 году, и сразу же, еще даже тогда, когда Советский Союз достаточно был слабым, Советская Россия и Советский Союз представляли Афганистану значительную финансовую, экономическую помощь, также помощь в обучении специалистов. Постепенно Советский Союз стал самой ведущей державой всего мира в плане объема поставок экономического и финансового использования. И сложилась такая ситуация, особенно в 1950-х годах, после 1955 года, когда король Захершак в Афганистане отказался от предложения США вступить в Багдадский факт и этим выразил свою общую ориентацию на дружбу с Советским Союзом. Несмотря на то, что официально это была такая не декларированная политика и не присоединение, то есть просто не участие в военных блоках, тем не менее, было понятно, что Афганистан в первую очередь ориентируется на Советский Союз как на своего основного союза. Интересный момент был в том, что очень значительное количество афганских офицеров обучалось в Советском Союзе. Значит, незначительное количество также обучалось в США, также обучалось в Великобритании, но была очень интересная разница. Значит, когда афганские офицеры ехали на обучение, скажем, в США или в Англию, они ехали туда на год иногда, а иногда даже на меньшее количество времени. Когда они ехали в Советский Союз, Советский Союз их приглашал обязательных семьями, обязательных семьями, и давал им средства на проживание в Москве в течение всех пяти лет обучения в военных училищах и апрадемиях, также один год еще дополнительно они изучали русский язык. В общем, конечно, для офицеров афганской армии из государства, которое, в общем-то, было экономически не очень развито, жить в Москве и в Питере, было большим делом. И как часть обучения они обязательно должны были, как и все советские военные, брать постоянно, каждый год, каждый семейство курсы марксизма и ленинизма, издавать экзаменов. То есть, по сути дела, офицеры афганской армии, хотя они не являлись коммунистами, они не принадлежали коммунистической партии в самом Афганистане. Тем не менее, вот эта вот идеологическая подготовка, она была достаточно эффективной. То есть, позже офицеры советской армии, когда они вошли в Афганистан, когда еще даже до того, как они вошли в Афганистан, когда советские послали своих советников в Афганистан, было очень легко работать с афганскими офицерами, потому что значительная часть руководства армии обучалась в Советском Союзе, знали русский язык. И также они, вот в результате этого обучения, в результате тех связей, которые они создали, они в какой-то мере смотрели на советских как на старшего брата. То есть, когда приехали советские военные советники в Афганистан, то их слушались. Это было как бы естественно, но они были свои люди. То, что я хотела подчеркнуть, это то, что вот в течение 20-го века, и особенно в течение Холодной войны, было такое общее понимание между государствами Запада и Советским Союзом, что Афганистан находится в советской сфере кандидата. И, в общем, после 1955 года США больше не пробовали, не старались, что ли, перетянуть Афганистан на свою ритуцию. Поэтому это как бы было вот так понятно. У вас там есть доктрина Монроа, а у нас есть своя сфера ритуции. Когда в Афганистане в 1978 году произошла Апрельская революция, или Саурская революция, в Афганске, Советский Союз, советские эксперты об этом ничего не знают. В общем, в это очень сложно поверить. И на самом деле, если мы посмотрим документы США тех лет, обсуждения 1978 года, это очень интересное обсуждение, советы. Это мы нашли в библиотеке Картера. Это еженедельное послание Афганистанского Картера. И также ежедневное послание Афганистанского Картера. Там вот тема Афганистана принимается очень часто. И для американских политиков в тот момент, как бы это было само собой разумеется, что советские помогли ведь этой революции с 1978 года. Но не могло это быть без советских. Во-первых, у них такие тесные связи. А во-вторых, революция, по сути дела, социалистическая. То есть они очень быстро и возгласили социалистические цели. В партии, народно-демократической партии Афганистана, СДПА, произошел раскол. Одна фракция, которая называлась Хальк, народ, она провозглашала быстрый путь к коммунизму. Ее руководителем был поэт, и вообще очень такой мягкий гуманитарий, Нур-Мухаммед Тараки. Предводителем другой фракции, парчам, был Бобрак Кармаль. Ну и в результате внутренней борьбы его отправили в эмиграцию, а руководителем партии окончательно стал Бобрак Кармаль, и они стали очень быстро внедрять программу преобразования общества. Это называлось программой преобразования общества. Конечной целью они поставили социализм, но в принципе, если вот смотреть на эту программу, если вот взять, убрать все имена и просто посмотреть на программу. Ну, в общем, я не думаю, что если бы эта программа была представлена, скажем, сейчас американским политикам, кто-то бы возражал, потому что что было в этой программе? Выборы, ликвидация неграмотности, общее образование, включая каждую маленькую деревню, каждый маленький кишлак, обеспечить, чтобы все дети ходили в школу, включая девочки. Равноправие женщин, представить женщинам такие же права, какие имеют мужчины. Культурная революция, реформа пользования земли и сельскохозяйственной реформы. То есть, в общем, программа очень хорошая была. И в самой программе, мне интересно, кроме того, что провозглашалась конечная цель социализма, не было упоминания о марксизмном министике. Но партия была марксистской министикой. И партия, она уже имела связи с Советским Союзом. Просто они не хотели информировать советских о готовящейся революции. Почему не хотели? Потому что те советские, которые имели с ними контакт, а контакт был очень маленький. Очень маленький. Они, в общем, были специалистами по Афганистану. Они понимали, что Афганистан в том положении, в котором он находился, не готов для социалистической министрии. Но когда эта революция случилась, то советским, в общем, не оставалось других вариантов, как ее поддержать. Ну вот, у вас на границе происходит революция, которая провозглашает своей целью близкие союзные отношения с вашей страной и полностью разделяет вашу идеологию. В условиях холодной войны, в общем, для многих стран выбор был между одним блоком или другим блоком. Средних программ не было. Даже те страны, которые пытались внедрить какую-то программу третьего пути, все равно в результате они присоединялись к блокам. В какой-то мере. Сразу же, практически, после того, как победила революция Саурска в Афганистану, стремилось огромное количество советских советников, экспертов. И разница была, вот по сравнению с теми экспертов, которые там были раньше, то теперь туда направлялись люди, которые знали мало об Афганистане. Потому что вообще в Советском Союзе было очень мало людей, которые знали об Афганистане. Но тут, поскольку была такая возможность построить социалистическое общество на Афганистане, появилось очень много желающих. Началась такая мода изучать Афганистан, изучать, ну что. Я тогда училась в школе, в университете, я помню, как много людей начали говорить о том, что вот Афганистан, там вот самая интересная карьера, сейчас будет делаться там так интересно, там такой эксперимент. Опять же, революция у них была не экспортированная, она была настоящая, вот она была со своими корнями. Поэтому все начали изучать Афганистан, предлагать различные варианты, как, значит, эту революцию не поддержать, как им помочь. И приехало туда очень много людей, которые, из которых некоторых были специалисты в своих областях, ну, допустим, специалист по сельскому хозяйству в Советском Союзе, приезжают в Афганистан, начинают ему объяснять, как строить колхозы. Ну, с точки зрения советской, они уже предлагают, в принципе, такую отработанную модель, ну, попробуйте, построите колхозы, у вас продуктивность, вырастет. Но система народного хозяйства, которая была построена вот на этих маленьких-маленьких кишлачных, что ли, основах, она, ее было очень сложно трансформировать в такие большие фермы, которые бы управлялись государством. Поэтому попытки земельной реформы провалились практически сразу и вызвали огромное недопустие. То есть, когда они пытались приходить в кишлаке, объяснять крестьянам, что можно отдать всю свою собственность колхозы и, значит, богатых, они уже не предлагали их сослать или раскулачить, но ограничить в правах. То это не сработало. Специалисты по образованию из Советского Союза приезжали и объясняли им, как строить современную школу. И были случаи такие, которые как раз описал Родрик Брейтвей, когда в начале 79-го года советские построили замечательную современную школу. И буквально согнали всех детей, всех семей, чтобы они пошли в школу. И девочек. Потому что советские очень верили в то, что женщинам должны быть представлены все права, но главное образование. И они охраняли этим девочек, пока они ходили в школу. Все семьи были против, но это было директивно. Им сказали, что все будут ходить, и их будут охранять. И когда произошло восстание в Герате, то эта деревня, к сожалению, была в одном из районов, где были повстанцы. У всех этих девочек. То есть не всегда советские рецепты модернизации работали на почве Афганистанта. В одной области советские все-таки понимали специфику. Это была религиозная область. Несмотря на то, что в Советском Союзе церкви были закрыты и разрушены в 20-е годы, они наоборот, советники советские, говорили своим афганским товарищам, что так делать нельзя. Вот мы сделали так, но это неправильно. Поэтому они им говорили, что да, конечно, со временем церковь перестанет быть популярной. Церковь – это вот невежество, но, тем не менее, нельзя насильственно выгонять церковных служителей. Но абганские коммунисты, зачастую, особенно наиболее радикальная часть их партии, они все равно это делали. То есть были уже в 78-м году, но особенно в 79-м году, репрессии против служителей ислам, против церковных, как они называли это в Советском Союзе. Это, естественно, тоже подрывало вот эту основу нового режима. И в марте 79-го года случилось очень серьезное, очень кровавое восстание в провинции Герак. Погибло очень много людей, и погибло несколько советских советников. В момент этого восстания президент Тараки обратился к Советскому Союзу с просьбой ввести войска. Не просто оказать военную помощь, но ввести войска. Это интереснейший момент, и для тех из вас, кому действительно этот вопрос интересен, я очень советую почитать документы вот этого вот периода восстания в Гераке. 15-го, 16-го, 18-го по 19-е марта. Во-первых, это переговоры с Тараки. Эти документы у нас есть здесь в русском варианте, и также они у нас переведены. вот эти вот первые прямо документы 70 марта, март 79-го года. Потому что вообще то, что у нас есть эти документы, это нам очень повезло. Потому что мы видим вот эту вот внутреннюю дискуссию в политбюро. Таких моментов очень мало. На протяжении нескольких дней политбюро решает, что делать, что делать. И все люди высказывают свои позиции. Мы всегда думаем, ну вот политбюро, оно только единогласно голосовало. Нет, разные позиции. И позиции очень интересные. Значит, Тараки буквально плакал в телефон. Потом он лично приехал в Россию через два дня и говорил, вы потеряете Афганистан, погибнет революция, помогите, это же мы же ваши союзники, мы же ваши идеологические братья. Он пытался использовать все рычаги. Он говорил об идеологии. Он говорил, ну мы же строим социалистическую революцию. Как вы можете дать погибнуть социалистической революции? На что советские ему говорили. Вы еще не готовы к социалистической революции. Он говорил о стратегических угрозах. Он говорил, опять же, разница вообще в структурах стратегического мышления настолько велика. Он говорил, ну что вы, ну введите войска. Вы оденьте ваших таджиков, узбеков в афганскую форму. И мы перекрасим ваши вертолеты. Никто не заметит, что вы вошли, потому что они выглядят совершенно так же. У нас тоже есть в Афганстане таджики, узбеки. Никто не заметит. А если кто-то скажет, то мы будем отвергать. На что советские им сказали. В вашу страну никто не вторгался. Причем это говорит Андропа. Андропа. Наполитбюро. Говорит, если бы мы ввели войска сейчас, это была бы агрессия с нашей стороны. С точки зрения международного права. У нас бы испортились отношения со всеми государствами мира. Нас бы обвинили в агрессии. И у нас не было бы никакого оправдания. И потом, что было бы? Мы бы посылали нашу армию воевать против народа. Потому что этот народ восстает против афганских коммунистов. Мы должны научить афганских коммунистов, как расширить свою базу. И мы должны им объяснить, что радикальные реформы нужно остановить и прекратить репрессию. Так же говорит Громыко. У Суслова была немножко другая позиция. Он был идеологом. Поэтому ему очень хотелось спасти социалистическую валюту. Но вмешался Брежнев. Вот мы тоже думали, да? Обычно, что Брежнев, он был такой уже старый, не мощный. Он был. Но некоторые вещи он понимал. И он, в конце концов, принял окончательное решение. Военная помощь. Да, мы пошлем оружие. Мы пошлем вертолеты. Мы пошлем боеприпасы. Но советских солдат на территории Афганистана не будет. Это решение принимается в тот момент, когда ситуация в Афганистане, в общем, критическая. Потому что вот это восстание в Керате показало, что власть дороги была очень слабой. Что же происходит дальше? В течение 1979 года афганское правительство 14 раз просит официально Советский Союз ввести войско. И 13 раз Советский Союз им отказывает. Причем, вот когда мы читаем причины отказа, они, в общем, вот даже до сегодняшнего дня их читаешь, думаешь, да? Совершенно правильно. Они понимают ситуацию. Но ситуация изменяется. Ситуация изменяется в конце 79-го года. В начале октября 79-го года дороги убит. Его убивает свой соратник по партии Амин, которого советские подозревали в связях с Союзом. Амин действительно, он пытался играть всеми картами. И, видимо, у него было желание получить что-то от Советского Союза тем, что он обращается к США. И получить что-то от США тем, что, может быть, он представит себя более независимым. Никаких там реальных связей, насколько мы знаем, не было. Но была вот эта видимость его попытки контактов. Советский КГБ уже давно подозревал, что Амин был агентом СССР. Ну, насколько я знаю, до сих пор никаких подтверждений о связях с СССР нет. Но не только что они его подозревали в контактах с СССР. Он насильственно убил, по его приказу задушили Тараки, которого Брежнев считал своим протежеем. Которого Брежнев очень уважал и верил в то, что вот при Таракии Афганистану что-то там такое построил. Может быть, не социализм, но прогрессивная революция. Значит, он задушил своего сарапика. И он начал серию широких репрессий против сторонников Тараки и также против духовенства, против религиозных лидеров. Когда Советский Союз это видел, явно, что у советских лидеров была такая память о том, что случилось в Советском Союзе. То есть Амин, по сути, был маленьким Сталином. Советские боялись того, что, ну, во-первых, Амин может перейти на сторону США. Это было главное подозрение. Но также другое подозрение было в том, что если Амин будет продолжать эту политику, его свергнут религиозные элементы. И тогда Советский Союз получит радикальный исландский режим на своей южной границе. То есть стратегическая ситуация в течение года изменяется. Сменяется она таким образом, что отношения с США ухудшаются с каждой минуты. Договор ОСВ-2, СОЛТ-2, мы об этом будем говорить, завтра. Он был подписан Брежневом и Картером, но американский Сенат отказывался его ретифицировать. И по протяжении времени осенью было понятно, что договор не будет противиться. А для Советских это было очень важно. После революции в Иране в начале 79-го года американцы очень волновались за этот регион. Их внимание было реально приковано к этому региону. Они потеряли свои разведывательные базы на территории Ирана. А также в ноябре 79-го года американские дипломаты были захвачены в заложники. И в Советском Союзе ожидали, что будет военная операция американскими силами в Иране. Что американцы попытаются освободить заложников, а также поскольку они уже там, и свергнут правительство и поставить своих. А Афганистан очень близко. И после потери баз разведывательных в Иране, советские, их вот такое было понимание ситуации, что американцы попытаются продвинуть свое влияние в Афганистан и установить там свои базы разведывательные, которые радары, которые будут прочесывать территорию Советского Союза с юга. То есть в осени очень интересная информация, значит, вот роль информации поступает в Советский Союз. Два источника информации. Военная разведка, ГРУ, главная разведка экономического управления в Афганистане, дает информацию о том, что ситуация стабилизируется, несмотря на репрессии Амина. Все-таки ситуация находится под контролем. И если мы сможем заменить Амина, то мы можем эту ситуацию уйти. Но в то же время информация о КГБ имела совсем другой характер. Она была буквально на грани панили. То есть КГБ осенью 79-го года постоянно посылает сводки в Москву о том, что мы теряем Афганистан, правительство падет, что связи Амина с Америкой говорят о том, что если падет это правительство, американцы попытаются как можно быстрее, каким-то образом быть вовлеченными в Афганистан. Реально я даже, не только я, но очень многие люди, кто в то время говорил с военными, была такая легенда о том, что американцы были готовы ввести войска в Афганистан. И почему-то вот такая история была, что когда мы ввели, что советские ввели войска в Афганистан, что какой-то американский генерал, который отвечал за подготовку к вводу американских войск, он плакал публично, потому что он упустил в Афганистан. Вот была вот такая вот история, о ней говорили. Короче говоря, в конкурсе 79-го года ситуация для Советского Союза в Афганистане была опасна. Она представлялась как очень опасная. Советское руководство, а в общем руководство было очень старое и плохо информированное. Оно видело угрозу с территории Афганистана, угрозу, связанную с большими стратегическими факторами, факторами вмешательства США. В общем, когда мы смотрим на эти дни, месяцы, то возникает ощущение зеркального отражения. Если вы почитаете о том, что писалось в США в этот момент, это глобальный план советской агрессии, попытка Советского Союза выйти теплым водом Индийского океана, попытка Советского Союза распространить свое влияние через Афганистан в Керсидский залив. Администрация Картера очень активно об этом думала. На самом деле, в Советском Союзе происходило то, что они реально были испуганы тем, что происходит в Афганистане. В конце концов, решением принимается очень-очень маленькой группой людей. Здесь Громойко, министр иностранных дел, Андропов, глава КГБ, Устинов, министр обороны. Два главных лидера, которые помогли Брежневу это решение принять, если не сказать, заставили принять это решение, это Устинов и Андропов. Громойко, в конце концов, с ними согласился. И Брежнев, четыре человека принимают решение. Нет обсуждения никакого. В марте, когда было восстание в Кераде, было широкое обсуждение с привлечением успехов. Войска были введены в очень маленьком количестве. Первый контингент был менее 80 тысяч. Задача войск была какая. Они вошли, потому что Амин попросил советских выслать войска. Войска вошли по просьбе Амина. Они были встречены афганской армией и правительством Амина. После этого они в этот же день свергли Амина, разбомбили его дворец. Это сделано было в ситуации такой секретности, что даже личный врач Амина, который был советским, не знал, что советские в этот момент его уже отравили. И когда его убили, то есть когда Амины выстрелили, так как штурмовиком, советский врач пытался его спасти. Не зная, что это советские штурмовали дворец. Очень необычная ситуация. Тем не менее, значит, сразу же привезли Бабрака Кармаля, он уже сидел в аэропорту, ждал, когда свергли Амина, привели Кармаля в власти и стали охранять правительственное здание. Задача ограниченного именно поэтому была не воевать. Привезти к власти Кармаля, остановить репрессии и охранять правительственное здание, чтобы дать этому режиму расширить свою базу. Ну и, конечно же, советские войска и политики, они верили в то, что афганский народ вот это вот введение войск воспримет положительно, потому что таким образом прекращались репрессии. И идея была в том, что они помогут укрепиться армией и они помогут наладить разговор с оппозициями. На самом деле, в тот момент, когда они вбили войска, армия была настолько слаба, что они не могли защищать свои объекты по стране. И уже в марте 80-го года советские войска были втянуты в реальную гражданскую войну. Были постоянные обсуждения в политбюро. Понятно, что вот эта задача начальная, она не была достигнута. Что делать теперь? Изменить всю задачу? Но контингент ограничен. Значит, нужно ввести дополнительные войска или уходить. Потому что оставить вот только эти 75 тысяч в Афганистане, это значит понести огромные потери. Или же нужно ввести больше войск и подавить оппозицию, вступить в реальную войну. Понятно, что ввели войска и тут же вывести их, и оставить страну мятежников, это значит бежать. Это поражение. И также в результате, на смену этой более-менее прогрессивной власти, придут радикалы, исламисты. Советский Союз не мог это сделать. Но уже с 80-го года они обсуждают, как вывести войска. Чтобы вывести войска, нужно стабилизировать обстановку. Нужно укрепить режим, чтобы режим был дружественным. Они уже не говорили о социалистическом, они уже к тому моменту поняли. Но нужно, чтобы границам Советского Союза не угрожало ничего. Таким образом, вот этот вот период с 80-го года по 85-й год, это период войны, странной войны. Когда советские, в принципе, делали очень много хорошего. Они строили школы, они строили дороги, они строили госпиталя. Они пытались следовать каким-то местным обычаям. Советские солдаты даже одевались в афганскую одежду, чтобы налаживать отношения с местными. Но, тем не менее, гражданские жертвы в результате этой войны были огромны. Поскольку днем советские контролировали все эти кишлаки, которые они заняли. А ночью с гор приходили утяжники и начинали прицельно стрелять. И тогда советские офицеры, оказавшиеся под обстрелом, вызывали самолеты, вертолеты и самолеты. И бомбили весь этот кишлак и окружающие звуки. То есть, в рапортах офицеров из Афганистана, вот в те годы, мы уже читали, что наши победы, они не значат победы в войне. Мы захватываем территорию и мы ее удерживаем. Но, как только мы из нее выходим, тут же обратно возвращаются маджахеты. То есть, реально, эти победы мимолетка, они не изменяют ситуацию в войне. К 85-му году становится ясно, что военным путем эту ситуацию не решить. Нужно решать ее путем политическим. Кармаль к тому моменту становится полным советским клиентом. Он уже, как бы, просто не хочет, у него нет нежелания, не способности разрешить ситуацию в стране. Его ненавидят все, и свои, и чужие. И плюс он начинает пить, очень сильно пить. Много с советскими, видимо, переговоры проводил. Когда приходит в власти Горбачок, он решает... Во-первых, он тут же встречается с Кармалем, буквально на третий день, и говорит ему, что вы должны брать ситуацию в свои руки. Наши войска не будут оставаться в вашей стране. Но Кармаль, его тезис был, что если вы уйдете, все. Вся ситуация изменится, в власти придут радикалы, вы потеряете Афганистан, нас все убьют. И вы будете нести за это ответственность. То есть главная задача Кармаля была удерживать советские органы страны. В 1986 году Горбачок решает, что Кармаль надо сменить. И сменить политику. В общем, идея в том, чтобы включить как можно больше оппозиционных сил в процесс примирения. Процесс национального согласия. Процесс национального примирения. Власти приходят, то есть его приводят, конечно, на Джигула, который по образованию является доктором, очень умеренным коммунистом. Приоритет уделяет реформам, которые не связаны с идеологией. Это образовательная реформа, экономическая реформа. И практически исчезает элемент марксизма и ленинизма. На первое место выходит фактор переговоров. Значит, вот вы сейчас в позиции Горбачок. Вы знаете, что вам нужно вывести войска из-за безопасности. Что делать? Вопрос. Ваша задача вывести войска. Все, вы знаете точно. Нет сомнений. Что делать? Выводить, но обеспечить сохранность до сих пор. Правильно? Думает, что просто вывести войска или нет? Он хочет вывести войска как можно скорее. Нет. Он подумает, спасать следы? Наверное, он задумывается. Нет, продолжать поддерживать режим. Продолжать поддерживать режим экономический, военным, военным образом. Достигнутые. Уберечь достигнутые. Достигнутые. Это вот очень важно. Да, Владимир, пожалуйста. Как я думаю, он мог обратиться к Ассамбрею ООН о введении международного агрокола числа к Кремле на территорию Афганистана. Международного к Кремле. Вот это он и думал. Значит, в тот момент шли переговоры в Жемеле. ОДГИДО. А в переговорах напрямую участвовали представители Афганистана и Пакистана. А гарантура, гаранты, гаранты, спасибо, этих договоров были Советский Союз и США. С точки зрения Советского Союза и, в общем, на основе всего того, что я знаю, США пытались как можно больше затянуть их. Потому что цель администрации Рейгас и особенно позиция Конгресса с таким конгрессменом, очень интересным, Чарли Уилсон, классный фильм такой, Чарли Уилсон с Бор. Мне очень не нравится, как там показывает Советский Союз, но вот процесс создания коалиции в Конгрессе замечательно совершенно показывает. Задача была, чтобы Советский Союз проиграл. То есть, чтобы было военное выражение Советского Союза. Пустить кровь. А мы это видим. Устроить им второй Вьетнам. Им Вьетнам. Это еще документы в Жизинской. То есть, к сожалению, ООН было бессилен, потому что Вторая Суга и Держава была против мирного соглашения, если Советский Союз не потерпел военное выражение. Были разговоры о том, что если Советский Союз потерпел выражение, то это будет практически могила Советского Союза. Я не уверена, что реально в таких терминах, может быть, кто-то обсуждал. Но, тем не менее, США были связаны с оппозицией. И США поддерживали наиболее радикальные исламистские фракции в этой оппозиции. Против чего возражал Горбачев и жаловался вообще всем. Горбачев ездил, встречался с кем угодно. Ездил в Индию и говорил, ну неужели они не видят? Это же фундаменталисты. Их нельзя поддерживать. Если они придут в власти, в Афганистане будет кровавая банка. Но и Пакистан, и США ставили ставки именно на эти радикальные войны. В результате, чтобы удержать достигнутый, то есть дружеский, стабильный Афганистан с режимом, который был бы хотя бы не присоединившимся. Просто дружеский, не социалистический, не просоветский. Вот это была цель Горбачева. Вывести войска так, чтобы это не было бедством, так, чтобы это не было поражением. И удержать в власти этот режим. Режим на живую. Значит, мы прерываемся. Делаем перерыв, да? И потом быстренько я выключаю. И мы переходим. Мы здесь обращаем. Наполинбюро очень откровенные, кривые осуждения. То есть вот их читать даже не поверят, что в Советском Союзе такое возможно. Ахрамеев говорит о том, что мы теряем людей, что мы ничего не достигаем, что это трагедия, что нужно выводить войска, но мы не можем потерять Афганистан. Мы потеряем Афганистан. Как здесь мы говорим о том, что как же потерять Афганистан, так и так. Военная победа невозможна. Но и унижение армии тоже невозможно. Репутация Советского Союза зависит от этого. И все-таки в 88-м году, когда были подписаны Женевские соглашения, Горбачев объявляет дату ухода. Значит, дискуссия объявляет дату ухода. Или не объявляет дату ухода, да? Если мы объявим дату ухода, ну оппозиция затаится, уйдет в горы, подождет. И потом решили объявить дату ухода. Прямо перед уходом, за три месяца до ухода. Вопрос о том, ну вот на Джабула, вот его режиме. Мы же несем ответственность за них. Это же мы их привели к власти, мы им помогали. Мы им дали гарантии, как мы теперь их оставим. Их же сразу убьют. Это предательство мы не можем так сделать. Но тем не менее дату ухода уже отчет. Тогда Шеварднадзе, вот это интереснейший момент. Шеварднадзе, который был против применения силы, который был очень сильным сторонником перестройки, другом, саратником Горбачёва, он предлагает Политбюро, что перенести дату ухода. Или, ну может быть, дату оставить, часть вывести, но оставить силу организатора. Что мы не можем просто выйти, это будет поражение на Джабула тут же свергнуть. И Горбачёв очень резко, публично, в Политбюро говорит, прекратите ваш истребиный клёк. Мы обещали вывести войск, мы выведем всех до одного. Хорошо. Тогда они решают устроить такой маленький surge прямо перед выводом войск. Перед выводом войск. Менее чем за месяц проводится масштабная, очень кровавая операция, в которой они бомбят даже своих союзников. На севере Афганистана они вели переговоры с Шахом Масудом, но в этом районе также было очень большое количество наджахилов. И они решили этот район бомбить. Прямо перед уходом военного значения эта операция не имела никакого. Просто они пытались сделать хотя бы что-то, чтобы помочь наджигуле. Но результат был совсем другой. Они потеряли поддержку Шаха Масуда и потеряли, конечно же, поддержку населения на севере страны, потому что огромная жертва была. Вывели войска. Как поддерживать этот режим? Никто не ожидал, что наджигула продержится у власти еще почти три года. Наджигула продержался у власти до 92-го года. То есть он пережил Советский Союз. Но его сверхталибан. И самые плохие, самые страшные предсказания, которые внутри Советского Союза высказывались, они буквально день за днем становились реальностью. Действительно в Афганистане приходили к власти самые радикальные, самые фундаменталистские элементы. В Кабуле просто реально была кровавая баня. Всех сторонников наджигула и тех людей, с которыми советские работали все эти годы, обезглавили, убивали, закрывали школы, закрывали госпиталя. В общем, вот эта вот первая волна радикальных элементов, которая захватила Кабул для тогда уже российского правительства была просто страшным сном. Но Россия сама была в такой ситуации, когда уже ничего не могла делать. Тут было страну свою бы сохранить. Но те люди, которые были с Горбачевым, смотрели на Афганистан, ну буквально со слезами. То есть, то, чего они больше всего боялись и хотели предотвратить, оно и случилось. И последнее, что я хотела бы сказать, это как, тоже, я думаю, очень актуально здесь, афганцы. Афганцы, когда мы говорим афганцы, по-русски, мы имеем в виду не жителей Афганистана, а тех советских людей, которые обоевали в Афганистане. Они возвращались домой. Когда они пересекли советскую границу 15 февраля 89-го года никто эти руководители страны даже не срабовался, их не встретил. Они просто спокойно перешли границу, тихо и стали интегрироваться в общество. А общество было уже другим. Это было общество гласности, это было общество, где стали свободно говорить об Афганистане. В общем, это было, конечно, хорошо, но было и плохо, потому что независимая пресса, и вот здесь вот о роли прессы я бы хотела сказать, потому что я лично это очень переживала в то время, стала писать о преступлениях советских солдат Афганистана. То есть, ну, читается лучше, конечно, негативная информация, сенсация, да, как советские бомбили кишлаки, как они убивали детей и женщин. То есть, вся информация шла негативная, очень негативная. То есть, вот эти ребята, которые возвращались домой, мы их, я тогда в университете участвовала, мы их воспринимали как убийцы. Мы их воспринимали, очень многие в обществе воспринимали их как, ну, может быть, если не убить, каких-то каких-то морально скорежек, людей, у которых нет будущего, с которыми мы не хотели общаться, потому что они были в Афганистане, они, значит, они способны убивать, они способны предавать. И вот это поколение афганцев, оно почти что, конечно, я не буду преувеличивать, но почти что оно было неинтегрировано в обществе. То есть, эти люди в результате оказались в Чечне, эти люди оказались, очень многие из них оказались в организованной преступности, они оказались в таких вот полумафиозных охранных структурах, частных охранных структурах, которые нанимали компании, опять же, организованная преступность, они были вовлечены в наркоторговлю, многие из них возвращались из Афганистана наркоманами, то есть, это была невероятная социальная проблема интеграции людей, которые были посланы в Афганистан правительство выполнять интернациональный долг, когда они там были, они думали, что они делают что-то хорошее, они использовали школы, дороги, они пытались помочь этим женщинам и детям, но так же убивали их, и когда они вернулись, страна от них отказалась, страна сказала, что вы совершили преступление, и мы хотим об этом забыть, в принципе, вот этот уход из Афганистана многими военными воспринимался как поражение, и они хотели об этом забыть. Эти люди, их судьба была очень-очень сложной в 90-е годы. Я думаю, что вот этот вот урок Афганской войны советской, он все-таки информирует советские, российские политики, американские политики. Эта проблема существовала в Америке после Венгинской войны, а в Советском Союзе после Афганской войны. Ну и говоря об уроках, что можно сказать? Уроки-то очень похожи. Войти в страну с оптимистическими прогнозами очень просто. Проблема в том, как из нее выйти, не потеряв лица, не потеряв престижа. Как когда вы создаете правительство, которое ориентируется на вас или на советских в 80-х годах, или на американцев, как это правительство сохранит связь со своим населением? Как избегают ситуации, когда население Афганистана будет рассматривать президента, можем сказать, Кармаля, можем сказать, Наджи Буру, можем сказать, Карзая, не как марионетку другой страны, а как своего правителя. Это очень сложно. В ситуации, когда страна находится в общем или в начале, или в разгаре гражданской войны, внешнее вмешательство никогда не может решить эти проблемы. Тем более не может решить эти проблемы военные и тем. И, на мой взгляд, последний большой урок, это урок международного вмешательства. Вы сказали о роли ООН. Афганистан первый раз в советскую войну, на мой взгляд, был брошен международным сообществом. Никому не было дела. Это было дело Советского Союза и США. Была вот такая борьба в условиях холодной войны. И когда советские вывели войска, вопрос как бы был закончен. Международное сообщество не было вовлечено. Афганистан оставили, его забыли. Вопрос был решен, Советский Союз распался, войска вывели. Мне кажется, что в этот раз этот урок он все-таки выучен. Потому что сейчас мы видим больше и больше международной вовлеченности. После вывода американских войск я надеюсь, что международные организации, правительства ведущих стран будут пытаться оставаться там вовлеченным, вкладывать средства, пытаться помочь экономически, финансово, помочь строить опять же те дороги, школы, больницы, которые были разрушены в двух городах. И что Афганистан больше не забудет, не отдадут его тем элементам, которые пришли в классе в 26-м году. Ну, вот, наверное, все вкратце, потому что можно говорить еще дня два, давайте задавать вопросы. Спасибо. 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 Здравствуйте. Меня зовут Лензис. Я бы хотела знать, какие параллели вы видите между российской и американской войнами в Афганистане? И как вы считаете, одна из этих войн была успешнее или удачнее другой? На второй вопрос отвечу первым. Я не считаю, что вторая война была успешнее, чем первая. Вообще, вы знаете, в Афганистане британцы воевали очень долго, а потом они не потерпели поражения. Они просто в определенный момент решили, что хватит и уши. Советские воевали очень долго. Они не потерпели поражения, но они не победили. Они просто решили, что хватит и ушли. И мне кажется, таким образом будет с американской войной, что победы в том плане, в котором мы ее представляли, с трансформацией общества ее не получилось. Но есть международное сообщество. Американцы тоже уйдут, уже уходят, уже реально практически ушли. И в этом я думаю мудрость американских политиков. Но то, что война была более успешной, я не думаю. А параллели? Параллелей столько много, что иногда даже смотришь и думаешь, боже, ситуация повторялась. Значит, вот войск в страну, о которой нет хорошего, глубокого анализа. То есть непонимание, внутренней ситуации в этой стране. На мой взгляд, это совершенно четкая параллель. Вот войск с ограниченной миссией, с очень ограниченной миссией, военной миссией. Еще одна параллель. Еще одна параллель. Надежда в план трансформации общества по своей модели. Вот это вот когда я в начале американской войны в Афганистане читала все это о правах женщин, об образовании. Ну, вот у меня просто я настолько была удивлена, я хотела сказать, может, вам послать документы по Литбюро, вы почитаете, о чем они там говорили, но они уже Литбюро были сделаны. Но девочек убили по дороге в школу, поэтому, может быть, не нужно делать это главной целью, по крайней мере, подождать, пока афганцы дойдут до этого. Интересно ведь то, что в 60-е и 70-е годы Афганистан был цивилизованной страной. Женщины по Кабулу ходили с непокрытой головой, женщины в университет учились, в партии ПДПа было очень много женщин, главная соратница Кармалева, посмотрите фотографии тех лет, в Политбюро женщина в одежде Западной. Это все исчезло. Где мы сейчас? Мы сейчас отброшены назад по сравнению с королем Захир Шахом. Советские пытались строить там социализм, построили Талибан, а американцы пытались строить демократию, но мы не знаем что там еще построили. А, это не критика, это просто изучение параллелей. Следующая параллель. Ожидание легкой, военной победы. И результат затянувшаяся война. Десять лет с одной стороны, ну и сколько уже там американские войска, явно уже больше. Решение этой проблемы военным образом невозможно. Можно было у Британии спросить, они уже научились. еще параллели. Вот вообще весь вывод войска, это сплошная параллель. Как выйти, не потеряв лица? Как бросить своего союзника? Это же невозможно. как выйти, но сохранить стабильность режима, который был бы вам дружеском. Это все, это настолько параллельно. Мы вот эксперимент проводили, сидели, если вычеркнуть имена и даты, ну просто буквально обсуждение американской проблемы о выводе войска получается. Вот мы там цитируем некоторые статьи New York Times, которые практически повторяют те же самые вопросы, которые они обсуждали в 86-м году при Карпачеве. Параллелей очень много. Я надеюсь, что заключение будет другим. Что заключение будет позитивным. Здравствуйте, я, я с обороны. У меня такой вопрос, немножко не согласен, потому что нельзя говорить о советской войне в Украинстане, без разговора о влиянии Америки, участии Америки в такой войне тоже, потому что поддержка и Талибана, и даже не Талибана, может быть, а Таджафеда. То есть была поддержка существенно, оказывалась давление, естественно, с этой стороны. Но в то время, когда была цельская война, все-таки в Украинстане был какой-то прогресс. То есть были школы, были больницы, и я даже смотрел какие-то видеоролики того, там, эти женщины тоже ходили под сетку Кабула, нормально одеты в западную одежду, и так же ходили в университеты школы. Например, конечно же, в школу детей убили, маленьких, но, конечно, что-то где-то недосмотрели, что-то где-то, когда говорится о таком кратикальном прогрессе, конечно же, будут такие вещи. Но если посмотреть на Афганистан сегодня, и на Кабула, то есть каких-то успехов они были, но были другие сторонние воздействия. Спасибо, очень хорошая вопрос. Я вот как раз об этом часто разговаривала с Родриком Брейтвейтом, но, когда я об этом говорю в своих лекциях, иногда люди неправильно воспринимают это. Вы правы. Вы правы в том, что ситуация была разная, когда убили войска. Разная, конечно. Но еще, знаете, не забывайте, что когда советские убили войска до этого, было 20 лет цивилизованного Афганистана. То есть общество развивалось прогрессивно в тот момент. Общество было вот как бы на такой прогрессивной линии, которая постепенно шла вверх. Захир Шах, король, он, в принципе, был модернизатор. И женщины ходили в университет, и девочки ходили в школу. Но это было ненасильство. То есть когда советские пришли, у них уже ситуация была такая, которая была неплохая. Они хотели ее сделать гораздо лучше и привести в счастливое коммунистическое будущее побыстрее. Афганцы ходили в первую очередь, афганские радикальные войска. Когда пришли американские войска, там они пришли после почти десяти лет Талибана. И страшная ситуация была. Поэтому американцам, мне кажется, пришлось столкнуться с ситуацией, которая была гораздо тяжелее. Но они эти элементы привели к власти. По сути, как Горбачев говорил Раджи в Уганде, вы хотите привести к власти религиозных фанатиков. Если вы их будете поддерживать, Афганистан погрузится в средние века. И когда американские войска пришли, то им пришлось вот с этими делом, с очень жестокими. Это вам был не амины, не тараки, которые там стихи писали. Поэтому американцам было сложнее. Общество было подорвано на это. Общество не хотело никаких других вторжений. Афганское общество вообще не любит иностранцев. Кроме как если они в Бостик думают. И с одной стороны, да, у советских было много прогресса в школах, в образовании. Но начальная ситуация у них была гораздо лучше. А то, что он мне говорил Родрик Брейкбейн, очень интересный момент. Опять же это среди военных я сейчас говорю, но все равно это интересно и нужно сказать. Я уверена, что афганцы говорят советским русским одно, американцам другое в зависимости. Когда они говорят с американцами они говорят советским и с русскими они говорят американцев. Это понятно. вот такая культура они вежливее к тем, с кем они говорили сейчас. А вот англичанин, его точку зрения, когда он брал интервью, он говорит, я ездил по городкам и очень часто, когда я ходил в дома, там висела фотография на Джигуле. То есть они говорили, что лучше всего они жили при на Джигуле. Что реальный прогресс, реальная стабильность была где-то в 88-89-1990 году при на Джигуле. И еще один момент такой мне запомнился, сейчас я его выключу, быстро то, что когда советские там были в Афганистане солдаты, они вели себя в принципе как афганцы. Они были такие деревенские ребята, которые были не очень хорошо экипированы. Они брались в общем так же как афганцы. Они носили эти афганские платья от пола. А когда пришли американцы, они представляли самую другую цивилизацию. Они очень заботились о своих. То есть они не вступали в опасные бои. Они заботились о своих солдатах. А советские не очень. То есть как бы ну они советских воспринимали ну почти как своих. Да, конечно, враги там, которые против маршахедов были. Но все-таки они с ними дрались и несли огромные потери. А американцы приходили здоровые, хорошие экипировки, с хорошим действующим оружием. И они не оставались в кишлаках. Они всегда были в защищенных базах. и это не я с ним разговаривала, опять же я слышала, что в этом плане русские для них были более приемлемы. То есть они были почти как они. Такие мужики, да, которые также погибали, пили, были недисциплинированы. А американцы были другими. Они были не такими, как вам кажется. Они были представителями чего-то совершенно чужого. Я не знаю, просто то, что не было. Меня не извините. Я привел вернуться в 79-й год, когда начал бойц. Мы знаем, что Харпин не сразу отреагировал на советский Борис Азамистан. Когда Збиган Джижинский писал свои книги, что когда он подошел, он сказал, что если русский войн Азамистан, а мне окажется в Азамистан, Азамистаном, это больше, Азамистан. Также он акцентировал свое внимание, что среди азамистан революция в Иране, где США может сказать потерпели политическое фиаско. И не было ли это причиной обязательной политической позиции на политической революции в Азамистанх. Если бы Америка все-таки участвовала в каких-то акциях на территории Ирана, долго развития такой же ситуации, когда полностью Джигидином на территории Азамистана и русский его очень любят. Когда я читаю лекции в российской аудитории, в Жизинского читали все. Они говорят, а вы читали последнюю статью в Жизинского? Главный авторитет. А он в 79 году я не думала, что там будет. Он это потом написал, потому что он много говорил о том, что вот моя цель была заманить Советский Азамистан и устроить там въеданку. Но в тех документах, которые сейчас все открыты, мы тоже ищем. Мне эта версия ужасно нравится. Но пока я не нашла их отмышления. Более того, что когда в Жизинске на самом деле пишет свой самый первый меморандум о восторжении, этот меморандум очень интересный, мы его опубликовали Картеру. Он пишет о, ну наконец-то. Он очень встревожен. И он боится как раз, что советские могут, но он не использует выиграть эту войну, но усилить свое влияние в регионе и распространить свое влияние в результате этой войны на Персидский залив, что было главным фокусом его внимания. То есть мне кажется, что это застигло его врасплох. Хотя в принципе он наверное был бы не против. есть другой секрет, есть такая загадка. Значит вот советские ввели войска в декабре, но начиная с августа они еще в конце мая начали формировать исламский батальон и уже к осени они довольно много войск переместили на афганскую границу, включая исламский батальон 500 человек, но очень много военной техники стояло, стояло две дивизии в дополнении к исламскому батальону. Они с этой стороны границы стояли. Но в принципе если вы ЦРУ, а ЦРУ же у нас всемогущая, как все советские русские верят до сих пор, вы же это видите, да? Ну кто-то должен сказать посмотрите тут происходит что-то очень странное. Они массируют войска на южной границе. У них займет меньше дня перейти эту границу и выйти в Кабуле и у них там советники. Вы говорите еще до убийства? После убийства. До убийства началось. Но после убийства там просто действительно большие силы перестянутых. Мы смотрели день за днем библиотеки карты. Очень интересный момент. Значит два было меморандума я сейчас не помню один был от Стэна Тернера который был главой ЦРУ они все это видели и он пишет Картеру в конце сентября первый раз и второй раз в ноябре это по крайней мере из того что я видела и говорит что советские стягивают массу вовст южной границы границы с Афганистаном нужно экстренное собрание он говорит политических лидеров политических глав значит Совет национальной безопасности для обсуждения этой ситуации нам интересно то что этого собрания не происходит то есть вот как это так почему и я хочу еще знать что я не знаю я хочу знать всю информацию которую ЦРУ посылала Жизинскому и Картеру и сколько из этой информации президент непосредственно видел потому что то что Картер был удивлен это просто ну нет вопросов это так Жизинский я не знаю что я могу пока да пока да Галина Альянского полночай большое спасибо за интересную информацию не могли бы так вкратце рисовать внутреннюю и внутреннюю ситуацию в Афганистане во времена введения советских войск и во времена введения реликанских войск что я не знаю в другую ситуацию в другом радикалы моджахеды как это вообще структура в Афганистане все это этнические группы или религиозные то есть пожалуйста расскажите немножко об этом и кто поднял остальные аккуратные вторая часть вашего вопроса по поводу внутренней ситуации когда американцы или войска ответ простой я не знаю но наверное похоже только хуже гораздо потому что там Талибан по поводу когда советские были значит вообще Афганистан был очень разнороден там было не боюсь сказать это слово гражданское общество в 70-е годы там было много партий Афганистан это такая смесь этнических образований и клан где власть никогда не была централизована то есть центральная власть в Афганистане была всегда очень-очень слабой в истории и какого-то баланса они все-таки добились при Захиршахе который был модернизатором который был довольно прогрессивным правителем и он балансировал между вот этими этническими не столько религиозными это в основном все-таки были этнические группировки и основа это были кланы уже религиозные разногласия они позже проявлялись вот уже после ввода войск сильные были разногласия но они они были даже не в плане различных сек они были направления ислама они были разногласия сначала между коммунистами и всеми религиозными силами а потом уже внутри религиозного лагеря были более фундаментальные фундаменталистские элементы и более такие я бы не сказала склонные к переговорам были средние такие умеренные да спасибо люди которые были готовы быть частью вот этой политики национального примирения и были те которые просто не воспринимали этот режим и были готовы сражаться с ним значит те люди которые в основном это было по производительству Рабани самые радикальные элементы Рабани был не единственным было много лидеров в этом более фундаменталистском лагере но Рабани со временем стал наиболее популярным и он поддерживался в финансовом плане со стороны Тахистана и США то есть вот эта вот религиозность и религиозное сопротивление оно начало реально расти после апрельской революции 78-го года когда они начали репрессии вроде к лерика в эту духовенство что советские не понимали они вообще не понимали как это устроено кроме малого количества специалистов как устроено общество вот этого кланового устройства какое значение имеет этнический расход между пуштунами таджиками узбеками в Амганистане конечно советским было бы удобнее если бы власти пришли этнические пуштунами или таджики они поддерживали этих людей хотя они имели очень хорошее отношение с пуштунскими коммунистами тоже вот но мне кажется сложность заключалась в том что советские не ожидали радикализации религиозных 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 церковь в 60-70-е годы она была частью общества но она была очень умеряна она в принципе поддерживала власть захиршах а захиршах находился с ними в постоянном контакте когда началось преследование религиозных 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 начинается радикализация и уже восстание вы спросили про восстание в Гераде восстание в Гераде я знаете я сейчас точно вам не назову какая именно фракция из движения маджахедов организовала это восстание то что я знаю это то что это восстание хотя оно было организовано не вспомню конкретно именно лидеров этого восстания оно было поддержано что важно широкими широкими слоями населения то есть это были и религиозные радикалы и люди которые не были радикалами совершенно они просто отвергали новую коммунистическую традицию в тот момент радикализации религиозной по всей стране еще не было это было как бы только самое самое начало лет на религиозную религиозную в 79-80-ом и уже в момент когда Копачев приходит в власть была сильная радикальная исламская традиция по всей стране у них было много фракций но они были по всей стране а есть ли там борьба между этническими религиозной она была но она была не настолько важна в плане вот именно исхода войны конечно этнические группировки пытались привести к власти своих людей но поскольку огромное большинство населения это все-таки пуштуны в ПДПА в партии превалировало пуштунское руководство уже вот когда советские американцы начинают переговоры с Шахом Масудом вот здесь вот был значительный этнический элемент потому что Шах Масуд был узбеком насколько я помню по этническому своему происхождению и пуштунское руководство несмотря что Шах Масуд был готов на переговоры они полностью отбегали переговоры с ним поскольку они боялись что если он уже был очень популярным лидером в принципе он переговор с советскими с американскими и с афганскими и он был сильнейшим союзником если бы ПДПА согласилась с ним с отборчат вот здесь был элемент этнический потому что они боялись что он уже приведет власть значительную группировку своих этнических братьев и будет здесь с ним вот на этот момент уже был этнический элемент наверное он был раньше я просто вот в деталях этот момент не знаю но по некоторым источникам из русскоязычных леса а также были сообщения что во время убийства были найдены телефоны руководителя индийской резидентуры я не знаю правду или нет это первый час вопроса находится на этот день или нет и второе что послужило реальным поводом для принятия решения в стране именно это его тройная игра или успокоиться от перестания да я слышала вот эту версию от многих российских источников и вот военные с которыми мы работали они все думали что они работали в ЦРУ а вообще колумбийский университет это такая интересная связь вот например Александр Яковлев тоже учился в колумбийском университете соратник Корбачева и вовсе обвиняли в том что он главный агент ЦРУ который разрушил Советский Союз я почему-то так думаю что и кто-то другой не будет связан с ЦРУ я не видела ни одного реального и было бы очень интересно увидеть какую-то информацию наверное нам нужно написать в ЦРУ все что связано с физулоомином но почему-то я думаю что кто-то уже его написал про телефоны да тоже я слышала никогда не видела никаких доказательств устранили его по двум причинам совершенно конкретно первое Андропов он был буквально настолько верил в то что Амин приведет туда американцев это было первое и причем они думали что американцы туда войдут скоро скоро второе это все политбюро в принципе там даже у них не было разногласия они ненавидели они хотели от него избавиться во-первых он убил Тараких который был самым любимым подганцем в Советском Союзе а во-вторых он был жестоким человеком он действительно кровавым человеком советские понимали что его режим не продержится что его нужно убирать но убрать его нужно было так что войска туда нужно было ввести по его просьбе он удобный для них был а потом быстро его убрать еще такой момент который я забыла опять же я хочу увидеть точную по времени информацию хотя документы я видела значит еще один такой момент 12 декабря принимается окончательное решение что еще происходит 12 декабря утром 12 декабря приходит телеграмма от резидента КГБ в Афганистане говорящая о том что ситуация вырывается из-под контроля у нас буквально есть день и льва и второе что 12 декабря в Брюсселе НАТО принимает решение двойное решение так называемое об установке Першика и вот этот момент об этом говорил Леховский да вообще все военные российские об этом говорят что вот это решение было последним сигналом того что отношения с США они разорваны полностью ничего хорошего мы ничего не потеряем то есть если они в марте и летом они не хотят водить войска потому что тогда будет разрушена вся разрядка международной 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 то уже в тот момент декабре терять вечер так что может быть это и так было телеграмма действительно пришла 12-го из Брюсселя в резиденте о том что решение было принято но мне кажется она пришла после того решения хотя кто значит может он телефон позвонит спасибо 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 спасибо